Ой, как я рада! Ой, дорогой, наконец-то к вам добылась. Без фундамента и нам пришлось, когда наша мечеть уже пришла в ветвое состояние, просить разрешение на реконструкцию и строительство комплекса Московской Союзной. Мы получили поручение, чтобы сохранить архитектурный облик исторической части Московской соборной мечети. И мы, сохранив, построили мечеть, 15 раз увеличив в размерах. Мы не имели очень комфортных условий тогда, так как ни гардероба не было, никаких залов не было, ни кабинетов имама, настоятеля, наставника не было. Просто малейное помещение. И сейчас мы уже, когда провели реконструкцию, расширили, смогли создать все комфортные условия для наших верующих. И даже по-современному оснащенный зал конференций, где мы проводим научные, просветительские конференции, богословские конференции. Вот в этом зале мы проводим наши совещания, наши конференции. Спасибо. Москва, 28 ноября 2018 года. Спасибо. Приветствуем вас. Незабываемый день. Спасибо. Мир вам. Голос посланника Господа, пророка Мухаммада. Да благословит его, Аллах и приветствует. Сейчас мусульмане мира отмечают месяц рождения пророка Мухаммада. Месяц называется Маули. И в честь этого месяца, в честь нашего пророка, как его память, мы выставляем в мечеть его волос. И мусульмане приходят, мусульмане с молитвами. Мы считаем, что сегодня для мусульман нашей страны является историческим днем. И ваш визит для нас – это высокая честь. Хочу сказать, российские мусульмане, они были верноподданными. Они всегда были со своим отечеством, с Российской империей, с Россией. Они были защитниками Отечества, они были защитниками императора, царя. И мы помним из наших источников, по преданиям наших имамов, духовных наставников, мусульман, во время проведения пятничных богослужений, с трибуны ислама, которая называется Минбаром, произносились молитвы во славу императора. Хочу показать фотографию. Это великий князь Сергей Александрович, сын императора Александра II, московский генерал-губернатор в 1891-1905 годы. Он и дал разрешение на строительство нашей соборной мечети. Мы в нашем общем доме должны сохранять мир. Мы должны создавать атмосферу стабильности, комфорта, взаимопонимания, уважения, сохраняя мир, отдавать нашим детям, нашим внукам. Долгие лета вам от имени наших сердец, которые вас любят, которые вас ценят, которые желают вам благословения Господа. Ну, если можно, еще тоже, вы хотели бы тоже вам что-то... Глубоко чтимый Муфти Шейх, председатель Совета Муфти, глубоко уважаемые члены Совета Муфти, дамы и господа, сегодня состоялось долгожданное событие для императорского дома, посещение Московской соборной мечети. Это историческое для нас событие так же, как и для вас. Во время своих визитов в разные регионы России, Великая Княгиня, ее августейший сын, Великий Князь, посещали всегда, встречались во всяком случае, если даже не удавалось посетить непосредственно мечеть, то встречались с представителями мусульманских общин. И в тех регионах, конечно, где преобладают наши соотечественники, исповедующие ислам, и в тех регионах, где просто есть община, но это всегда было пожелание неизменное государине, чтобы встретиться, кроме посещения православных храмов, еще и хотя бы повидаться с отечественниками мусульманского вероисповедания. Мы принесли в дар вам ряд книг, изданий о истории, современном состоянии и современной деятельности Российского императорского дома. Вы сможете убедиться, что практически во всех этих книгах говорится, так или иначе, в большей или меньшей степени, о том, какая связь есть у дома Романовых с мусульманами и в России, и в мире. Спасибо. И вознаменование ваших заслуг в деле укрепления межрелигиозного мира государиня подписал указ о возведении вас достоинства кавалера императорского и царского ордена святого Станислава первой степени. Причем знаки эти изготовлены именно как было в традициях Российской империи. Учитывая религиозные чувства мусульман, на этих знаках изображались в данном случае не христианские святые, а государственные героги. Вот в Герольде оформлены документы о внесении в дворянскую родовсловную книгу вас и членов вашей семьи. Если вы благословите, то государы не возложат эти знаки, мы сделаем парадную фотографию. Для меня это высокая честь. Станислав Владимирович поможет, потому что он специалист, чтобы все было правильно и в соответствии с уставами. Искренне, искренне выражаю свою благодарность ваше императорское высочество за честь, которую вы меня удостоили.